Вторая книга «Параллепоменон» глава девятнадцатая. А Иосафат, царь иудейский, невредимым, возвратился в свой дворец в Иерусалиме. Вышел навстречу царю Иосафату провидец Иегу, сын Ханани, и сказал ему, «Разве можно помогать нечестивцам и любить тех, кто ненавидит Господа? За это падет на тебя гнев Господень. Но есть за тобой и добрые дела, ведь ты вырубил все рощи Ашире посвященные и решил в сердце своем искать единение с Богом». Иосафат жил в Иерусалиме, но он вновь стал ходить к народу от Беаршевы до гор Ефремовых, чтобы обратить народ к Господу, Богу отцов их. Он поставил судей по всей стране, во всех укрепленных городах и прочих селениях. Он велел судьям, «Обдумывайте каждый свой шаг, потому что, судите, вы не ради людей, а ради Господа, и Он прибудет с вами всякий раз, когда вы будете выносить приговор. Да не покинет вас благоговение пред Господом, судите по совести, ибо Господь, Бог ваш, не терпит несправедливости, лицемерия и взяточничества». В Иерусалиме Иосафат назначил нескольких левитов, священников и глав родов Израилевых, чтобы они вершили суд Господень и разбирали тяжбы жителей Иерусалима. Он повелел судьям, «Вы должны действовать в благоговении пред Господом, честно и от всего сердца. Какую бы вы не разбирали тяжбу, поступившую от собратьев ваших, живущих в своих городах, будь то дело об убийстве, законе, заповедях, установлениях и правилах, предостерегайте их, чтобы они не совершили греха пред Господом, чтобы не пал гнев на вас и на ваших собратьев. Поступая так, вы не сотворите греха. Первосвященник Амарья будет главным у вас во всяком деле Господнем. Зеводья, сын Измаила, предводитель рода Иуды, будет главным в делах царских. Помощниками у вас будут левиты. Будьте тверды и неподкупны. И да будет Господь с теми, кто добр. Глава двадцатая Некоторое время спустя Маовитяне и Аманитяне вместе с Меунитянами пошли войной на Иосафата. И пришли вестники и сообщили Иосафату «Огромное войско идет на тебя из-за моря, из-за дома. Оно уже в Хецецон-Тамаре». То есть в Эн-Гедди. Испугался Иосафат. Решил просить Господа о защите и объявил пост по всей Иудее. И собрался народ молить Господа о помощи. Из всех городов пришли люди молить Господа. Встал Иосафат перед жителями Иудеи и Иерусалима, собравшимися в храме Господнем возле нового двора, и сказал «О Господи, Боже, отцов наших, не Ты ли, Бог в небесах обитающий, не в Твоей ли власти царство всех народов, сильна и крепко Твоя рука, и никто против Тебя не устоит? Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей этой земли ради народа Своего, Израиля, и навеки отдал ее потомкам любимого Тобой Авраама? Поселившись здесь, они построили святилище для имени Твоего и сказали «Если придет к нам беда, карающий меч, моровое поветрие или голод, встанем мы перед этим храмом, перед Тобой, ибо здесь имя Твое, и призовем Тебя в бедствии нашем, и Ты услышишь нас и спасешь». И вот теперь нагрянули аммонитяне, мавитяне и жители горы Сеир, в чьи земли Ты не пустил израильтян, когда те возвращались из Египта, прошли они мимо, не погубив этих народов. Они же отплатили нам тем, что явились изгнать нас из Твоих владений, которые Ты дал нам. Боже наш, сверши суд свой! Бессильны мы против идущего на нас огромного полчища, не знаем, как быть, к Тебе обращаем наши взоры. Предстали перед Господом все иудеи, включая младенцев, жен и детей. И тогда среди этого собрания народа сошел дух Господень Налевита Ехазиэля, одного из потомков Асафа. Был он сыном Захарии, внуком Бенаи, правнуком Еэля, праправнуком Маттаньи. Он сказал, «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит вам Господь. Не страшитесь, не бойтесь огромного полчища, ибо битва эта, Божья, а не ваша. Завтра идите против них. Сейчас они проходят подъемом циц, и вы найдете их на краю долины возле пустыни Еруэль. Но вам не придется сражаться в той битве. Стойте и смотрите, как Сам Господь избавит вас. «О, иудеи и жители Иерусалима, не страшитесь, не бойтесь. Завтра идите навстречу врагам, и Господь пребудет с вами». Иосафат пал ниц. И все иудеи, и жители Иерусалима пали ниц пред Господом, чтобы в благоговении поклониться ему. Затем левиты из родовки хатой Кореи поднялись, чтобы прославить громогласно Господа, Бога Израилева. Рано утром иудеи отправились к пустыне Текоа. Перед началом похода Иосафат встал и сказал, «Слушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, уповайте на Господа, Бога вашего, и вы устоите, уповайте на пророков Его и победите». Посоветовавшись с народом, он назначил певцов Господнях, чтобы те шли во главе войска и прославляли святость Его и величие. «Славьте Господа, ибо вечно любовь Его неизменна». Когда они начали петь и возносить хвалу Господу, он устроил засады на аммонитян и маовитян и жителей горы Сеир, выступивших против Иудеи, и все враги были уничтожены. Аммонитяне с маовитянами напали на жителей горы Сеир и стали убивать их и уничтожать, а когда перебили всех до последнего, принялись истреблять друг друга. Когда иудеи поднялись на возвышенность возле пустыни, чтобы взглянуть на огромное полчища, то увидели только трупы, которыми была усеяна земля и ни одного живого. Тогда Иосафат и весь народ спустились собрать добычу. Нашли они у врагов много добра, одежды и драгоценностей столько собрали, что не могли унести. Три дня они уносили добычу, так она была велика. На четвертый день собрались они в долине Благословения. Это место и поныне называется Долиной Благословения, потому что там благословляли Господа. Все иудеи и жители Иерусалима во главе с Иосафатом двинулись в обратный путь и вернулись в Иерусалим с ликованием, потому что Господь дал им восторжествовать над врагами. Вернувшись в Иерусалим, они пошли с арфами, лирами и трубами к храму Господа. Все царства земные трепетали пред Богом, когда узнали, что сам Господь сражался с врагами Израиля. В царстве Иосафата прекратились войны. Бог даровал ему мир повсюду. Иосафат продолжал царствовать в Иудее. Он зашел на престол в возрасте 35 лет и 25 лет правил в Иерусалиме. Его мать, Азува, была дочерью Шелхи. Он следовал по пути отца своего осы и не сходил с него, творя то, что праведно в глазах Господа. Только капище на холмах разрушены не были. Народ еще не обратил сердце к Богу своих отцов. Прочие деяния Иосафата от первых и до последних записаны в летописях Иегу, сына Ханани, которые включены в книгу царей Израилевых. Позже Иосафат, царь Иудеи, заключил союз с израильским царем Ахозией, который поступал нечестиво. Они объединились, чтобы построить корабли для плавания в Таршиш. Корабли были построены в Ицьонгевере. Но Елеезер, сын додавы из Мореши, произнес пророчество против Иосафата. «За то, что ты заключил договор с Ахозией, Господь разрушит дело рук твоих». И корабли разбились о скалы, не достигнув Таршиша. Псалтырь Псалом 10 Руководителю хора Псалом Давида В Господе нашел я прибежище. Как можете вы говорить мне? Птицую в горы лети, ибо вот нечестивые натягивают луки свои, стрелы прилаживают к тетиве, чтобы во тьме стрелять в сердце честное. Если устои сокрушены, что может сделать праведник? Господь во святом чертоге своем, Господь на небесах престол его, очи его все видят. Взором своим испытующим всматривается он в сынов человеческих, испытывает Господь праведного и нечестивого, любящего насилие, ненавидит душа его. Дождем прольет на нечестивых он угли пылающие и серу горящую, и ветер палящий пошлет в наказание им. Праведен Господь, любит он дела праведные, узрит его, человек честный. Первое послание апостола Павла Тимофею Глава 2 Прошу тебя, поэтому, сделай прежде всего так, чтобы на богослужениях совершались молитвы и возносились Богу прошения, ходатайства и благодарения за всех людей, особенно за царей, и за всех властью облеченных, чтобы жить нам спокойно и тихо, во всем благочестиво поступать и благопристойно. Это и хорошо, и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. И как Бог у нас один, один и посредник между Ним и нами, человек Христос Иисус. Он пожертвовал Собой в искупление всех людей. Так было дано свидетельство на все времена. Для того, чтобы нести это свидетельство, я и был поставлен проповедником и апостолом, а также, верно говорю, не лгу, учителем веры и истины для язычников. Вот почему и хочу я, чтобы молились везде и всюду мужи, способные без гнева и мыслей худых простирать к Богу чистые руки. Хочу, чтобы и женщины одевались прилично, скромно и благоразумно, и украшали себя не замысловатыми прическами, не золотом или жемчугом, не роскошными нарядами, но добрыми делами, которые и подобает совершать женщинам, приверженным благочестию. Женщинам надлежит смиренно учиться в тиши. А поучать мужчину и помыкать им женщине непозволительно. В смиренном молчании следует пребывать ей. Ведь первым был создан Адам, и только потом Ева. И не Адам был обманут, но женщина. Это она, дав себя обмануть, впала в грех. Впрочем, и женщины, поскольку они детей рожают, спасены будут, если, конечно, останутся в вере, любви, святости и целомудрии. Продолжение следует...